Skyrim Special Edition и самое мощное оружие во всем Тамриэле. Но это, друзья, мы еще проверим. Всем привет! Меня зовут Сагира Иван, это мой канал Мистер Гэд. Начинаем! Друзья, подписывайтесь в мою группу ВК. Там можно продолжить ваши новости с разной альбомы и опросы. Подписывайтесь. Ссылочка внизу. Ну что, ребят, как только ваш уровень превышает 20-й, гонец вам сразу приносит записку. И это музейная листовка. Вас приглашают в музей мифического рассвета. Те, кто играли в Oblivion сразу поймут, что это да! Да, это прямая ссылка нашему любимому The Elder Scrolls 4 Oblivion. Мы прилетаем в Донстар и приходим в этот музей. А вот и первый посетитель. Музей мифического рассвета открыт, друг. Тут очень здорово сделано то, что как только вы подходите к какой-то либо витрине... Да, друзья, это самый главный квест. Обливиона. Эти обгорелые бумаги... Все, что осталось от легендарного Мистериума Саркса. Кощунственные книги, написанные лично Меруносом Дагоном. Говорят, что Манкар Камаран использовал книгу для открытия портала в рай, где все его последователи будут жить вечно. Вот так вот. Остался один листочек. Книга комментариев к Мистериуму Саркса. Написана главой Ордена Мифического Рассвета Манкаром Камараном. Он обещал, что все его последователи попадут в рай после смерти. И затем возродятся рядом с Меруносом Дагоном. Ах да, ножны. Видишь знак? Это врата Обливиона. Главный символ Меруноса Дагона. Даэдра Покровителя Мифического Рассвета. И главный символ The Elder Scrolls IV Обливиона, друзья. В общем, после кризиса Обливиона, несколько групп взялись за уничтожение остатков Мифического Рассвета. Одна из групп нашла бритву Меруниса. Великий артефакт Меруниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Ну что, ребят, теперь... Теперь мы должны найти все эти три обломка. Первый обломок заберем в крепость треснувшей Бивень. Тут будет много бандитов, так что будьте внимательны. Еще прикольная система защиты. Необычные кнопочки. Те кнопочки, по-моему, только в этой локации. Хотя... Хотя... Нет, по-моему, только в этой, друзья. Так, здесь проходим. Тут все спокойно. Никого, ничего. Дергаем за эти рычаги. Как их закрыли, а? А здесь осторожненько. Видите ловушки? Оп. Тут жесткие ловушки, друзья. Так что будьте осторожны. И вот. Первое это лезвие, которое разбито на осколки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нормальненько. Все прошло хорошо. Второй осколок забираем просто на изи в городке Морфол, друзья. Там нужно будет с одним парнем поболтать, уговорить его или заплатить ему денежки. И просто-напросто заходим и забираем рукоять. Рукоять нашей бритвы. Вот третий осколок, друзья, будет, наверное, сложнее всего получить в старушечей скале. Очень-очень много ребят тут противников. Очень жестких. И сейчас будет ворожея. Осторожненько. Заберем вот эти вот камушки. Стоять. Девочка моя. Ана-на. Ой-ой-ой. Что с тобой? Так. Готово. И у нее забираем последнюю часть. Это какая-то черная жемчужина. Получили три осколка и возвращаемся в музей. В чем дело? У тебя есть одна из частей бритвы? У меня все. Ого. Да ты знаешь свое дело. Мне это нравится. Держи награду. Наконец-то. Все части бритвы в моих руках. Мы находимся у храма. Если у вас возникли вопросы по поводу нестандартного оружия, то я вам посоветую зайти в мой плейлист Skyrim Club творчества. Там будут ответы на ваши вопросы. Ну что? Он убежал к храму и вы не спешите. Не спешите за ним бежать. Давайте все тут взломаем и заберем. Потому что тут действительно коллекционные вещи. Одеяние мифического рассвета. Только здесь вы его получите. Комментарии мифического рассвета. Четыре уникальных тома, друзья. Обязательных заберите и прочитайте. И страница. Мне очень крутую фишку рассказали во время стрима, друзья. И у меня просто взорвалась голова. От мысли, что может быть в масштабе во всем Skyrim связан секрет с этой страницы. Смотрите, я думаю многие знают. Это старенькая фишка, старенький секрет. Если мы зайдем в разрушение, возьмем магию. Любую. И можно использовать. То появится ведро. Вы понимаете? Вы понимаете масштаб этой фишки? Масштаб этой легендарной фишки. Между прочим, это не единственное в экземпляре. Еще в одном лагере орков есть такая фишка, что вы просто на пустое место используете огонь. И появляются эбонитовые сапоги. У меня лично такое было, а потом почему-то нет. Но, друзья, понимаете масштаб этого секрета? Масштаб этого секрета, что может быть во всем мире где-то просто стоять какое-то ведро. Вы никогда в жизни на него не будете обращать внимания. А на него нужно использовать какую-то магию. И, например, вместо стандартного ведра появляется, например, дайдрическая броня или эбонитовая броня. И мы пробежали к храму. Хорошо. Я положу части на алтарь. И тогда Дагон заговорит с нами. Я дам тебе свою бритву. Используй ее, чтобы погрузить тоннель в хаос. Ну что, ребят, сейчас будет эпический момент. О, да. О, да. Бритва Миронуса. Ну ладно, я погнал. Я приставляю его в глаза. Давакин просто берет и уходит. И оставляет бритву. Нет, я ее забираю. Перед чем, как ты уйдешь, Сверхи? Последнее задание. Сюрприз! Бритва Миронуса. При попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника, друзья. Эта бритва была во всех частях. Практически во всех частях The Elder Scrolls. И обладала разными свойствами. Но в основном это мгновенное убийство. То есть независимо, какой ваш враг. Один процент. Один процент на то, что вы убьете любого противника. И многие мне писали. Очень многие мне писали. Смотрите в глаза, ребята. Что эта бритва может без проблем убить невероятных боссов с одного удара. Таких как Эбонитовый Воин и Корстаг. Друзья, сегодня мы это как раз-то и проверим. Ну что, друзья. Сейчас я вам покажу, как она работает. Я включил код на бессмертие, включил легенду и увеличил скорость. И мне кажется, друзья, что здесь больше одного процента. Пожалуйста, напишите, как ты думаешь, сколько процентов на мгновенную смерть? Мне кажется, тут или пять, или может быть даже десять. Хотя могу ошибаться. Ну смотрите. Вот великан. Я погнал его бить. И когда же все-таки прокнет тот шанс на мгновенное убийство. Может, действительно этот один процент? Неужели? Долго? Нет, долго. Смотрите, сколько я бью. И нет, 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 нет. Не выскакивает это мгновенное убийство. Уже ударов тридцать, наверное, на тёс. Да, друзья. Наверное, действительно. Действительно мгновенное убийство. Вот. Только сработало. Только сработало. А вот сразу. Вы обратили внимание? Очень быстро. Второй быстро вообще просел. Один процент. Как-то не верится. Ладно, давайте на маму. Бьём, бьём. Умер. Вы видели? Ну как так быстро? Неужели один процент и... Что-то мне не верится, друзья, что там один процент. Мне кажется, там процентов пять. Хотя математика это... Вот тоже умер. Всё. Сколько ударов я нанёс? Тоже умер. Друзья. Ну как так? Как так? Мне кажется, тут больше одного процента. Значительно больше. Теперь давайте на легендарных боссах проверим. Ой, сколько было разговоров по поводу бритвы Мирунуса и Корстага. Что я его убил этим оружием, друзья. Сейчас мы всё узнаем. Работает ли бритва на этих легендарных боссах? Так. Ну-ка. Друзья. Увы. Увы. Я уже бью, бью, бью его очень долго. И нет. На Корстаге бритва Мирунуса полностью бесполезна. Вот такой вот артефакт, который не из всех уничтожает с одного удара. Легендарные боссы обладают иммунитетом против этого диэдрического оружия. Ну давайте теперь проверим на Эбонитовом войне. Друзья, из-за Эбонитового война, как часто ребята меня писали, а я взял бритву и быстренько его уничтожил. В два раза больше меня все писали. И теперь мы проверим эту теорию. Какие же они, врунишки или нет? Привет. Привет. Друзья, на Эбонитовом войне сработало! Сработало и очень, 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 очень быстро! Да ладно. Поклонники Мифического Рассвета одевают это одеяние, берут бритву и шагают, как говорится, по Скайриму уничтожая всех, всех, всех. А оказывается, действительно, Эбонитового воина можно убить с помощью бритвы Мирунуса. И видите, как быстро мне это прокнуло? Я просто в шоке. А вот Корстага нельзя. Теперь понимаете, какой самый мощный босс в игре The Elder Scrolls, друзья? Понимаете? Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, друзья! Что вы думаете, и часто ли вы использовали эту бритву в вашем прохождении? Напишите, друзья, напишите! Пока! Счастья вам, добра и пока!